Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Цены на бензин в регионе вырастут. Эксперты прогнозируют повышение уже на следующей неделе. Две муниципальные барнольские бани под угрозой закрытия. В чем причина? Три медицинских объекта края объединили в один. Каким будет новый центр охраны детства и материнства? Итак, на Алтай ожидается рост цен на бензин. Эксперты топливного рынка прогнозируют, что повышение произойдет на следующей неделе. Но вот между тем, на ряде АЗС региона уже сегодня появились таблички, на которых написано, что увеличение стоимости связано с ростом НДС. На новогодних каникулах топливо подорожало в европейской части России и на Урале. В основном цены подскочили на крупных АЗС. Таким образом, компании пытаются отыграть увеличение НДС. С января налог на добавленную стоимость вырос на 2 пункта с 18 до 20%. На Алтай таблички с ценами на АЗС пока не менялись. Но, по мнению местных экспертов топливного рынка, скорее всего, это произойдет уже в середине января. Литр бензина подорожает в среднем на 75 копеек. Затем, до конца квартала, ситуация с ценами стабилизируется. При этом общий рост стоимости топлива по итогам 2019 года составит не менее 5%. Причина тому не только рост НДС, но и акцизов на бензин и дизель. Добавим, в конце года президент России предупреждал о повышении цен на бензин, но в пределах 1-1,5%. Сегодня в течение нескольких часов длился суд над депутатами Барнаульской гордумы, которые представили недостоверные сведения о доходах. В декабре прошлого года прокуратура Барнаула пожаловалась на коррупционный скандал в городской думе. По мнению надзорного ведомства, 14 депутатов представительного органа неверно составили декларацию о доходах по итогам 2017 года. Они забыли указать в них свои квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин. Кроме того, парламентарии занижали размер реальной зарплаты, как собственной, так и членов семей. В адрес Барнаульской думы прокуратура направила представление о том, что депутаты-нарушители должны лишиться мандатов, но реакции не последовало. Прокуратура направила иск в суд. Предварительное заседание прошло сегодня в здании Центрального районного суда Барнаула, где находился также наш корреспондент Илья Кочетков. Илья, вам слово. На суде осматриваются дела шести депутатов. Изначально процесс объявлялся публичным, открытым, но и сторона обвинения, и защита попросили суд удалить из зала прессу, сделав процесс закрытым по сути. Объяснили тем, что в ходе выседания будут озвучены персональные данные депутатов и членов семей. А публикация этих данных без согласия самих обладателей данных запрещена законом. Несмотря на то, что прокуратура заявляла о 14 нарушителях, в суд пришло лишь шестеро. По всей вероятности, остальным каким-то образом удалось урегулировать ситуацию. Сегодня суд не вынес каких-либо конкретных решений. Заседание перенесли на 6 февраля. Добавим, ранее недостоверные сведения о доходах выявили также у 17 из 30 депутатов Бийской гордумы. Продолжим. Подобных учреждений в России не больше пяти. В Барнауле открылся уникальный клинический центр охраны детства и материнства, который объединил сразу три медучреждения. Детскую больницу номер два, перинатальный центр и краевую детскую клиническую больницу. Благодаря слиянию помощь теперь получают не только младенцы, но и дети всех возрастов. Подробности знает Валентина Аскерова. С момента объединения трех больниц в один глобальный центр помощи прошло меньше двух недель. Внешне здесь ничего не изменилось. Ненатологи, педиатры, реаниматологи и ряд других медиков-профессионалов по-прежнему выхаживают новорожденных, вес которых может не превышать и 500 граммов. С весом 1,1 кг поступили сюда на второй этап выхаживания. Сейчас у нас вес уже перерывился за 2 кг. 2,60 кг готовимся к выписке. Больницы объединили не только для повышения качества медицинской помощи. Основная цель – сделать ее более доступной. Теперь в стенах центра работают с детьми не только с момента их рождения, но и до совершеннолетия. Уже давно среди педиатров, акушеров, гинекологов и ненатологов на различных конференциях и симпозиумах обитала такая идея, что при объединении перинатальных центров с детскими больницами смертность младенческая уменьшается. То есть это было доказано. В распоряжении центра будет реанимобиль стоимостью 17 миллионов рублей, который позволит при помощи специального бокса перевозить больного малыша в более комфортных условиях, как в утробе матери. К тому же в новой клинике теперь 670 мест. Это почти на 300 больше, чем до объединения. 90 из них отдано неонатологическому отделению, где выхаживают младенцев. Переводя койки из краевой детской больницы в перинатальный центр, мы приближаем помощь детям именно после рождения. Если раньше, рождаясь в каком-то роддоме, ребенок с различными пороками развития транспортировался в другой стационар, на данный момент мы можем, наоборот, привести врачей к этому ребенку и прооперировать его, оказать ему помощь непосредственно в этом стационаре. На это будет направлено объединение отделений. В перспективе делятся медики. Все недоношенные дети, которые были выхажены в центре, будут наблюдаться не до трех лет, как сейчас, а вплоть до школьного возраста. Длительное наблюдение у специалистов поможет догнать сверстников и развиваться наравне с ними, уверены специалисты. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Над двумя крупнейшими муниципальными банями в Барнауле нависла угроза закрытия. Причина – долги перед энергетиками. Уже сегодня, 10 января, 2 из 6 имеющихся в городе общественных бань в поселке Южный и на улице Союза Республик могли оказаться под замком. Объекты, которые принадлежат компании «Бытсервис», задолжали за свет несколько миллионов рублей. Предписание об ограничении режима потребления электроэнергии вынесла Горэлектросеть. Конкурсный управляющий предприятия попытался запретить энергетикам отключение. Он обратился с заявлением в суд, в котором указал, что компания с одной стороны признана банкротом, с другой закрытие бань может привести к социальной напряженности. Но суд муниципальную компанию не поддержал. Правда, сегодня бани не закрыли. Как пояснил конкурсный управляющий, долг перед энергетиками полностью удалось погасить. Вот только угроза закрытия общественных бань может возникнуть снова. Финансовая ситуация на предприятии сложная. Его судьбу завтра будет решать собрание кредиторов. Если кредиторы завтра проголосуют за остановление деятельности, то мы деятельность будем прекращать и все объекты резервировать. Отметим, общественные бани пользуются большой популярностью у барнаульцев, особенно у пенсионеров, которые имеют льготы на их услуги. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Руководство Барнаульского лицея после драки учеников привлекли к ответственности. Наказаны директоры, заведующие учебной частью. В отношении последнего завели уголовное дело. Напомним, вокруг лицея номер 101 в конце прошлого года разразился скандал. Мама ребенка рассказала в соцсетях о том, что над ее сыном систематически издеваются другие ученики учебного заведения. По словам женщины, руководство лицея обвинило самого пострадавшего в слишком острой реакции на происходящее. Следственный комитет края по данному факту начал проверку. В ходе нее также выяснилось еще об одном неприятном инциденте в лицее. В марте 2015 в больницу с переломом ноги попал 11-летний школьник. Травму он получил в драке на территории образовательного учреждения с одним из подростков. При этом руководство школы никак не отреагировало. В итоге, по данному факту, самому лицею вынесли предписание об устранении выявленных нарушений. Директора привлекли дисциплинарной ответственности. А в отношении заведующего учебной части возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты Краевого Минздрава сегодня подтвердили информацию о росте заболеваемости ОРВИ. За первую неделю года в регионе вирусной инфекции заболели более 8 тысяч человек. Но говорить об эпидемии, по их словам, пока рано. По каким еще поводам в течение новогодних каникул жители региона обращались к врачам, знает Ирина Корчагина. Есть слово. Врачи ждут всплеска ОРВИ и гриппа уже через две недели. Эпидемиологи сообщили, что за первую неделю этого года в Крае заболели ОРВИ 8 тысяч 300 человек. В Барнауле 6 тысяч 200 человек. Пока эти цифры даже ниже эпидемических порогов. В Крае на 25 процентов, в Барнауле на 11. Сегодня первый день все организованные ребятишки вышли в школу, в детские сады. Пока сформируются новые коллективы. Ну и сейчас работники все вышли, кто приехал из отпусков, кто что. То есть на протяжении недели-двух, то есть ориентировочно мы ожидаем какой-то подъем заболеваемости. Это в конце января. Руки и головы у всех остались целыми. Никто не пострадал от взрывов пиротехники. С бытовыми ожогами и обморожениями в Краевой ожоговый центр обращались в основном люди в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна позитивная новость. Во время новогодних праздников в Алтайском крае никто не умер от передозировки алкоголя и наркотиков. По словам главного токсиколога Барнаула, в палатах досуточного пребывания особой нагрузки не было. В обычное время мы принимаем 4-5 человек в эту палату за сутки проходит. Первое и 31-е было 13-15 человек. В скорую помощь за праздничную неделю обратились более 12 тысяч барнаульцев. В основном жалобы были на пневмонию, бронхит. Кстати, во время школьных каникул ни один ребенок не поступил с переломом, катаясь на горке. Специалисты связывают это с тем, что сейчас снежные аттракционы стали безопаснее благодаря рейдам сотрудников ГИБДД и вниманию со стороны общественников. Ирина Корчагина, Александр Антропов, Наши новости. Так вот, что касается снежных аттракционов, на этой неделе во многих парках и дворах Барнаула начнут постепенно сносить ледяные горки, но не на улице взлетной. Пенсионер, который самостоятельно построил в спальном районе огромный снежный городок, обещает, что дети смогут кататься на коньках из горки до самой весны. Каждый день Николай Хлудеев выходит с лопаты и убирает снег с детской площадки, как будто ему за это платят. Мужчину здесь, на улице взлетной, считают героем. Третий год подряд он оживляет тихий спальный район. Строит винтовые горки, снежные аттракционы, заливает каток. Все делает по особым технологиям. Во время зимних каникул на этой площадке кружились, падали и катались тысячи детей. Кстати, по мнению многих из них, это лучший снежный городок во всем Барнауле. Пенсионер живет в этом доме. Свои внуки выросли. Николай Семенович в прошлом военный педагог, и, как он признается, теперь без детей скучно. В этом году мужчине стала помогать управляющая компания. Она оплачивает затраты на воду, электричество и строительные материалы на детской площадке. Как считает Николай Хлудеев, во дворе надо заливать не снежные фигуры, а горки, чтобы дети двигались и не сидели дома. Вечером зажигаются все огни, елка вращающаяся. Вот так я сконструировал, что карусель вращается, катаются дети и взрослые. Можете убедиться, ночью приходят взрослые. Здесь везжают так же, как дети, потому что всем весело. Кстати, горки на взлетной не собираются убирать до конца марта, пока не растают. Прокатиться с ветерком могут не только маленькие хозяева двора, но и все жители города. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. Наши новости. Такой каток им нравится. Специалисты исправили все недоработки ледового городка в центре поселка Южный. Замечания в период новогодних каникул барнаульцы высказывали в глобальной сети по поводу качества льда местного катка. Отдыхающие говорили о довольно глубоких ямах и сколах в нескольких местах катка. Некоторые жаловались, что падали и едва не получили серьезные травмы. Причина в том, что лед долгое время не заливали. Жители соседнего дома отказывали подать воду. Местные сотрудники заверили нас, что проблема решена. Теперь на катке на Южном ровная и гладкая поверхность. Во время снегопада, как например сегодня, рабочие очищают территорию. Отдельное внимание уделяют бортам. Там тоже не должно быть снега. Это делают, чтобы каток вместил как можно больше желающих. Правда, сегодня днем ажиотажа не наблюдалось. Сейчас качество льда хорошее. Сам вчера проверял, на коньках катался. Ну, конечно, у меня не так получается, когда, ну, по крайней мере, коньки лед выдерживает. Как нас заверил сегодня Александр, каток в центре Южного закроют разве что с приходом теплых весенних дней. До этого времени площадка будет открыта для гаражан. Добавим, что прокат коньков здесь стоит 100 рублей за один час, если со своим инвентарем в два раза дешевле и без ограничения по времени. Такова, к слову, стоимость пользования услугами катка практически везде в Барнауле. От катка любительского к профессионалам скольжение на коньках, к сожалению, не раскусили. Во второй игре серии хоккейный Алтай оказался слабее Саратовского кристалла 2-1. Хозяева были точнее в лотерее под названием послематчевой буллиты. Только после этого был выявлен победитель встречи. До команды смогли отличиться лишь по разу, да и то за несколько минут до финальной сирены. Барнульцы, и вовсе говоря профессиональным языком, спаслись буквально за 11 секунд до окончания матча. Победа в первом поединке и один балл за нищую в основное время во втором позволили Алтая подняться на одну ступень выше, с шестой на пятую в турнирной таблице. Правда, при этом у команды Адрия Соловьева на две игры больше, чем у ближайших их преследователей из набережных Чулнов. Сейчас Алтай возвращается домой, где будет готовиться ко встрече против хоккеистов из Чебоксар. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар» с алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края похолодает. В Бийске и Рубцовске до 14 мороза. В Белокурихе до 18 холоднее. Всего в Тальминке и Славгороде здесь до минус 22. В Барнауле ясно, ветер северо-западный слабый. Ночью до 23 мороза, днем минус 15. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежней 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире.